И почему ты еще не на стримах Hell Yeah Play? Но, я скажу так, давайте, давайте, обвините меня уже в сексизме после этого, хорошо. Я высадил пи... Но, мужчины против женщин, почему мне не очень нравится эта тема у мистера Биста, потому что не раз в его роликах явно палилась ситуация, о чем, кстати, сказал разоблачитель, но я не знаю, насколько доверять его информации. Но... Вы поняли. Вы поняли. И я не удивлюсь, если... Заработают деньги, сами знаете, кто. Ладно. Поехали. Мужчины против женщин выживают в глуши за полмиллиона долларов. Я высадил пять мужчин и пять женщин среди глухого леса. Та команда, что продержится дольше, получит полмиллиона. Даю вам дня три. Деньги наши. Это ваша часть леса, а это ваша часть леса. Ни в коем случае нельзя переходить границу, иначе дисквалификация. Советую готовиться к первой ночи. Идем. Желаем вам удачи. Мужчины или женщины, увидим, кто победит. Девушки ни за что не победят. Они же не мужики. Как думаешь, как там парни? Ужасно. Наверное, они уже сдались. Мы не просто выживем, а с кайфом. Главное, не бояться голода. Все будет окей. О, у нас клубника. Что? Все, что тут растет, наша еда. Я уже представляю себе. Земляника, наверное, не? Убежище. Вот оно. Тут будет убежище. Мы дома, братья. А на другом конце леса девушки нашли место для своего лагеря. Вода тут грязная. Надеюсь, мы сможем пойти вверх по ручью и найти чистый источник. Как красиво. Кажется, мы нашли место, дамы. Да, сейчас все спокойно. Но этот челлендж станет самым жестоким, что мы снимали. Я хочу к своей семье. Я готов, готов, готов забрать в 15 раз меньше денег. Хотя мне буквально осталась одна минута, чтобы их получить. Но я не проживу эти 60 секунд без своего ребеночка и дорогого мужа, либо жены. Так что я принял решение покинуть проект. Типичная история у мистера Биста. Когда происходит состязание за деньги, обязательно кто-то отказывается от полной халявы, чтобы... Я не могу, я уже... Я уже 34 секунды без своего мужа. Как надоело, боже мой. Если я уйду, то потом пожалею. Тут так тяжело. Я слышал шорох, бро. Не думаю, что мы тут одни. Глянем, какие у нас припасы. Фрукты, гранола, сосиски. Все мясо у тебя. Они не у Болотной. Они прошли дальше гмай... гмайликс. Я также дал им по бутылке воды и базовое снаряжение. Еды не очень много. Нужно подумать, как это растянуть. Внимание! Вы слышите меня? Четко и ясно. Мы тут. Хочу убедиться, что вы понимаете правила испытания. Чтобы было интереснее, если кто-то выйдет из челленджа, он все равно получит свою долю денег. Важно ли, что у какой команды останется последний игрок. Что? Мы такого не ожидали. Никто не ожидает. Каждый сам должен решить, остаться, чтобы помочь команде, или у... Пока! ...чтобы сэкономить им еду. И еще. На протяжении испытания вы не будете знать, сколько мужчин осталось, а они не будут знать, сколько осталось женщин. Вам нужна стратегия. Будет весело. Этой еды дольше хватит на двоих, а не пятерых. Мы сможем прокормить одного-двух человек. Разберемся в процессе. Если кто-то хочет... Разберемся в процессе. Сразу-сразу задатки лидера. Уйти я не буду осуждать. Такая деловая вумен. А я буду, стопудно. Да, да, еще, бобро. После первой недели нам нужно будет думать стратегически. Сто процентов. Мы же команда. Мы справимся. Девчонки шик, парни пши. Да! До конца ночи обе команды строили убежище, чтобы быть готовыми к непогоде. Парни построили свое из первых попавшихся веток. У нас тут вигваме и все такое. Девчонки так не смогут. Вообще-то смогут. И у них получается гораздо лучше. И вверх. Есть. Я попробую развести огонь. Ура! Спорим, мы обогнали парней? Почему не показали, как? Это... У-ху, вот так. А, у них горелки. Я понимаю, старт, парни. Сначала показали, где она что-то трет. Потом типа огонь. А потом показали, как мужики просто горелкой разжигают. Ну, то есть, соответственно, у них тоже горелка. Естественно. Первая ночь была тяжелой. Я долго не мог уснуть. Доброе утро. Нужны еще стены для вигвама. Достроим наш дом. Думаю, у девушек дела идут лучше. Мы идем в лес, потому что нам нужна в... Кстати, в команде женщин профвыживальщица. В поисках чисто... Понятно. ...воды парни много километров шли по грязному болоту. Надеюсь, дамам это тоже предстоит. Если честно, в этой воде ничего не видно. Не хочу пить болотную воду. Мы прошли более двух километров. Хе-хе, второй день. После пары часов поисков парни наконец-то нашли источник воды. Нашли! Наконец-то. К третьему дню... Так там поляна офигенная. Здесь бы и сделали дом. Ню, девушки уже прикидывали... А, даже две выживальщицы у них. Понятно. ...избавиться от части команды, чтобы сэкономить еду. Если мы хотим победить как команда, то нужно понимать, что еды даже на двоих не хватит. Хотелось бы, чтобы хотя бы двое дошли до конца. Согласна. И всей команде было ясно, кто будут эти двое. Федро и Джулия, наши мамы-выживальщицы. А мы на подхвате. Понятно. Подождите, а в чем прикол брать двух профессиональных выживальщиц и команду рандомов? Ну, типа, в чем прикол состязания-то тогда? Они сейчас просто троих человек скинут. Зачем тогда их пять там? Они сейчас просто троих скинут, две выживальщицы останутся и все. Это очень много едоков на наши запасы. Нам не дотянуть до конца к пятерому. Четвертый день. Мы с Джошем говорили о том, что мы все добываем, а остальные лишь веселятся. Мы с Теджейм тянули лямку. Строили, строили, строили для команды. А эти трое сидят у костра и ничего не делают. Ждут, что им все дадут. Джош, то есть еда кончилась? Да. Когда? Ты знал, что еды нет? Нет. Видишь, не я один. Так и знал. Тишина. Парни не провели в челлендже и недели, а уже начали объединяться против одного из своих. Я прямо скажу, Джошуа, ты только и делаешь, что отдыхаешь, а мы изо дня в день тратим кучу сил. Это обидно. Я не виноват, что он так устает, делая свои сальто и выпендриваясь на камеру. Поэтому сегодня... Привет, Намп. Сегодня я задумался, хочу ли я вообще продолжать. Меня снимают камеры, на меня смотрят девки. Наверное, я сделаю сальто, а они, сидя за мониторами, просматривая этот выпуск, будут говорить. О, блин, самый горячий это вот этот парень из всех пацанов. Он такой спортивный и сексуальный. Хотела бы я оказаться с ним одна в лесу. Да, они так и подумают. Да. Пока напряжение заставляло некоторых мужчин думать об уходе, девушки были готовы на то же, но только ради страха. Набрали команду клоунов и выживальщиц. Кто же победит? Да, я, правда, я немножко этого не понимаю, потому что следить сразу не очень прикольно. Потому что, ну, естественно, девушки, которые выживали и занимаются выживанием, они знают большое количество вещей о природе, и это даёт определённые бонусы. Не понял я, на самом деле, в чём-то прикол. Было бы интересно, например, если бы их мужикам дали двух профессиональных выживальщиков. И вот тут была бы очень крутая борьба. Две профессиональные выживальщицы-женщины против двух профессиональных выживальщиков-мужиков. Вот это прям целая концепция. Ну, либо делать так, чтобы в обеих командах были не профессиональные люди, а просто люди, которые захотели выжить, попытаться в лесу. А тут, как бы, ну, уже понятно. Протегии. Возможно, придётся меньше есть. Нельзя. Мы ещё не притронулись к запасам. Пора, как команда, отправить кого-то домой. Ради победы. Запасы должны достаться двоим. Самую жирную выкидывание. Поэтому мы, как команда, решили, что мне пора домой. Это Ханна, и я готова уйти. Мы незаметно эвакуируем тебя из леса, не предупреждая парней. Сделаем это на незаметном монстр-траке. Мы подъезжаем к лагерю для первого выбывания. И я ухожу в рамках игры. На кого ставишь, кто победит? Ну, если посерьёзно ещё, то у мужиков нет никаких шансов. Абсолютно. Две провыживальщицы без шансов. Учитывая, что там чуваки абсолютно ни о чём. Ну, просто без шансов. Просто без шансов. Они буквально просто не знают о природе столько фактов и вещей, которые позволили бы им добывать еду лучше и так далее. Ну, забей. Это как бы уже ситуация понятна. Игровой стратегии. Логично. Больше еды для... Что ж, заберём тебя отсюда. Победите, слышите! Ты молодец! Если победят женщины, ты будешь самый умный. Вы была первая, но получишь сто тысяч. Многие скажут, я бы просто ушёл. Что ж, Ханне повезло, потому что следующие два дня шли проливные дожди. И обеим командам пришлось сидеть в убежищах и выживать только за счёт запасов. Мы точно долго не протянем на этой еде. А на десятый день я решил привнести разнообразие. День десятый. Если вы видели мое видео, то знаете, что пора устроить испытание. Но чтобы сделать всё ещё ярче, каждые десять дней парни и девушки будут соревноваться между собой. И начнём мы с визита к девушкам. Привет! Привет! Прошло десять дней. Что это значит? У тебя нехорошие новости? Как знать. А-а. Вам нужно выбрать лидера для состязания с одним из парней. За приз. Через час я буду ждать у моста. Здесь видео становится интереснее. Наш выбор парням. Посмотрим, как там парни! Добро пожаловать в мужской лагерь. Вы такие официальные. Вам нужно выбрать лидера, который через час... И я буду лидером! Я умею делать сальтухи! Встретиться со мной у моста. Единогласно. Киллер ты? Я... Ну, естественно. Очень в себе уверен. Внутри я немного... Я очень в себе уверен. Обычно такие чуваки, которые крутят сальтухи, очень в себе уверены. Жестко сосут по всем фронтам вообще везде. Но, учитывая, что вот это какая-то скуфиня, возможно, ее он затащит. Потому что она выглядит просто как... Такая... Уставшая немножко от жизни домохозяйка. Боюсь. Сюда! Так. Я боюсь. Ну, да. Вот типа того. Драматично идут. Поздравляю! Вы выжили 10 дней! Как дела? Вообще-то неплохо. И помните, они не знают, сколько людей осталось в команде противника. Как думаешь, сколько их осталось? Трое. А сколько по-твоему... Да, реально, битва... И это как его... Имбецила против скуфини. Моих осталось... Я думаю, тоже трое. Забавно, но оба ошибаются. И никто не узнает правду, пока одна из команд не победит. Испытание простое. Вы будете по очереди стрелять в мишень. Под мишенью висит мешок со скоропортящейся едой. Если попадешь, он упадет. Если промахнешься, передвиньте мешок. Она получит возможность его выиграть. Я отличный лучник. А почему он первый стреляет? Теперь я думаю, что зря я отправил Патрика, а не себя. Несомненно. На что упадет, тот первый. Только не в воду! Парни! Окей, стреляй. Первый выстрел... Чего? Ты когда-нибудь стрелял из лука? Никогда. Хорошо. Как будто Супербол смотрел. Первый раз стреляет? Первый раз стреляет. Бро, что такое? Мимо. Сдвиньте мешай на другую... ГГ. Посмотрим, получится ли у дам. Ого! Я думаю, она получится. Снимает куртку! О, давай же! Федра, твоей команде очень нужна эта еда. Сможешь ли ты ее добыть? О! Что? О! Обалдеть! О! 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 Это прямо как голодные игры! Честности ради, это сложнее, чем кажется. Я стрелял, кстати говоря, из лука. Достаточно много даже. Вот. И... Да. Это и вправду не так легко, как кажется, на самом деле. Вот. Но... Ну, ну, да, ну, да. Ну что ж, забирай! Ура! За победу! Ура! Покажите парней! Им трудно. Вперед! Вперед! Она еще и занималась луком, а по постановке рук она навряд ли занималась луком, потому что она допустила ошибки, вот. Но, как бы, стрельнула она гораздо лучше, да. Самоуверенность подвела. Да, просто, понимаешь, я вот что скажу, вот эти чуваки, которые вот так постоянно вообще на полном серьезе выпендриваются, какие-то вообще абсолютно нефтемные выпендрежи, вот просто непонятно зачем. Они, как правило, везде жестко сосут, они как будто бы гиперкомпенсируют этим говном. И я не удивлен, что насосал, честно сказать. Все быстро и много поешьте. Ты всегда говоришь, вы все. Что ж. Что, что? Мы открыли запасы после дождя, а это скоропортящиеся продукты. Так что, хоть это и продлит запасы, но ненадолго. И мы решили, что я уйду. Ты хочешь уйти сейчас? Да. Подожди, а она разве не выжива... Я как раз здесь, подбросить тебя обратно. Да, давай. И вот, тост под фестабл с объятия на прощание. Пока! Или там другие две выживаются. Да, красотки! Увидимся снаружи! Подожди, я что-то не понял. А, стоп. А она... Так. Женская команда... Кто выживальщица? В команде осталось всего три человека. А в мужской все еще пять. Я уверена, мы выиграем ради нее. Я тоже. И Ханы. Без Изи еды стало в избытке, поэтому боевой настрой девушек был на высоте. Настроение отличное. Много оптимизма. А, вот это выживальщица, вот. Мы очень старались. Поэтому эта еда многое для нас значит. Ваше здоровье. Вкусно? Однако, проигрыш плохо отразился на Ти-Джея. Я сильно корю себя за испытания по стрельбе из лука. Все думали, что должен идти я. Единогласно! Киллер Пи! Киллер Пи! Нужно было вызваться мне. Когда был шанс. Когда я сидел на стуле и увидел луки со стрелами, то подумал... Это... Должен быть я. Дальше пойду я. Еще пару дней, да, мы наслаждались изобилием еды. За вас. А парням, увы, пришлось ловить себе рыбу. Давай, детка. Нет! Ты что, идиот, блядь? Что нет? Ты что-то от нее убежал. О, нет! Запасы пищи были почти на исходе, и команда парней начала терять надежду. Брок, Эмма, я рад, что ты здесь с нами. Знаю, я выгляжу вялым и все такое. Это в голове, сил просто нет. Стресс начал сказываться на Кэмероне. И хоть Сэмми пытался его подбодрить, но к утру 13-го дня тот уже принял решение. Недостаток сна берет свое. Я достиг своего предела. Горжусь тобой, бро. Держись, чувак. Спасибо за все. А как... Нет смысла бесполезно, и никакие функции дополнительные не выполняются, только еда тратится больше. На уход Кэма нас сегодня потряс. Это грустный день. Но не только парни понесли потери. Сегодня день талии. Мы будем по ней очень скучать. Да, будем. В то время, как девушки уходили из-за стратегии ради полумиллиона, парни уходили из-за трудностей. Я так подавлен. Я благодарен за это. Просто чертовски тяжело. У меня был срыв, бро. Протянешь до следующего испытания. О, нет. Это меня убивает. Иди сюда. Дай обниму. Немного улучшив свое убежище, парни легли спать. А утром связались по рации. Привет, парни. Я слышал сообщение по рации. Придется мне объяснять, Джимми. Не буду строить... Лол, они реально двух выживальщиц просто оставили. Ну да. Так, парни, проводим его на выход из испытания. Покидая лагерь в последний раз, Сэмми сделал парням прощальный подарок. Хочешь футболку? Давай. Свою одежду. И шорты. Теперь, когда вы все у него забрали, он свободен? Свободен. Он сел в машину, а значит, он официально выбыл. Карл, увози его. Теперь вострое так и дальше будет. Через два дня останется один? Конечно, нет. Прошло всего две недели, а мы уже потеряли половину игроков, и ситуация ухудшалась. Я смотрел на машину, которая его увезла, и завидовал ему. Не знаю, дотяну ли я до конца. Джош был на грани того, чтобы сдаться. И тут все стало еще хуже. Начался сильный шторм. Оу, оу, оу. Дочь капает. В отличие от надежного убежища девушек, в котором они спокойно спали, жилище парней не было рассчитано на такой ливень. Я не хочу, чтобы все так закончилось. Проливные дожди продолжались еще два дня. Мой дождевик промок насквозь, вода заливалась за пояс, и штаны промокли до нитки. Я был готов сдаться. Дождь наконец-то закончился, и мама Федора готовит нам завтрак этим утром. Тушеная говядина. Вкусно. Уверена, у парней сейчас такого нет? Уверена, что нет. Дело плохи. Это мой злейший враг. Ядовитый плющ. Все чешется, и это невыносимо больно. Я начинаю думать, что мое время подходит к концу. Мы в лучшем положении, чем парни. Должно быть. Мало кто может терпеть это долгое время. Парни, нужно поговорить. Я точно сделал все, что хотел. В какой-то момент нужно просто уйти. Эгоист во мне говорит, ты уйдешь, я получу больше еды. Эй, это Джош из мужского лагеря. Кажется, я готов уйти. И в итоге оставили бесполезного понтореза и чела, который плакал из-за того, что не попал на испытание с луком. Ну, пацаны, даже и не знаю. И вот так Джош выбыл. Джош, залезай. Давай, Карл, пора в путь. Если честно, я на все сто уверен, что мы стали сильнее. У нас хватит еды на долгое время, плюс мы выиграем испытание. Довольно смелое заявление. Давайте проверим его. Какой сегодня день, Чендлер? Пятница. Двадцатый. А значит, время для второго испытания. Тревога, тревога. Выберите капитана и отправьте к мосту. Легкотня. Ладно, скоро увидимся. Хорошо. Я покажу ей, что несмотря ни на что она не победит. Я сейчас осню. Итак, раз вы оба не участвовали в прошлый раз, я кое-что проясню. Заступил за середину, выбыл. И шансы команды на выигрыш полумиллиона ухудшились. Чендлер, отметь чем-то середину. Потом вернем на место. А, вот так. Привет. Привет. Рад встрече. Взаимно. Мы с командой предлагаем тебе и тем, кто остался, 50 тысяч долларов, если вы сейчас дадитесь. Похоже, ты боишься, что не дотянешь до 500 штук. Все ощутили напряжение? Увидимся на 33-й день в конце. Ты даешь себе всего 33 дня? Я даю тебе 33 дня. Окей, хорошо. Вы, ребята, такие милые и в то же время подкалываете друг друга. Что ж, приступим. Итак, поскольку бури разрушают ваше убежище, в этом испытании вы будете бороться за огромную палатку. Она не пропускает насекомых, воду. Сейчас сезон ураганов будет очень кстати. Хотела бы такую? Тут еще, мне кажется, прикол в том, что дамы банально лучше организовались изначально, а пацаны просто оказались распиздями, плюс у них этот понторец, который частично разлагает... Может, почувствовав такой комфорт, парни уйдут? Или дольше продержатся? Вряд ли. О, как приятно. Время принимать решение. Это испытание отличается от прошлого. Ведь обе команды могут выиграть палатку. Палатка будет моей. Она отлично встанет вот тут. Все, что нужно сделать, это выбыть. Если она согласится, в эту ночь я уже буду одна. Будет тяжело. Так, когда мы выиграли прошлое испытание, принимай решение первой. Нет, ну уже, Джулия. Ты согласна выбыть, чтобы твоя команда получила палатку? Профессиональная выживальщица еще и с палаткой такой? Забей все, бля. Я беру палатку. Воу! Окей. Что ж, похоже, теперь я совсем одна. Не верю, что ты согласилась. Теперь твоя очередь. Что важнее, ты или палатка? Если Понтореза оставить, он там умрет, твою мать. Все про... Все понятно. Все понятно. Я не знаю, как. Хорошо. Команда. Спасибо, что пришла. Не, не, не. Если оставить Понтореза одного, он там, он дорогу домой назад не найдет. Он просто, он, он, он все, это забейте. Он там сразу откинет копыта. Его там комары-убийцы сожрут, пчелы пкусают. Он все, все, все. Ядовитый плющ на него там упадет. С дерева, бля, почему-то. Все в одно. Он сразу же откинется. И тебе. Это было что-то. Стоп, 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 стоп. Я думаю, это решение очень важно для общей стратегии победы, но я думала, что смогу хотя бы обнять ее на прощание. У нас не стопроцентная защита от дождя. И это ставит успех под угрозу. Настроение сразу поменялось. А у моста, пока Федра забирала свою новую палатку, Ти-Джей тайком остался, чтобы все разузнать. Стоп, да ладно. И то, что он узнал, было подобно золоту. Странно отправлять за палаткой одного человека. Теперь я знаю, что осталась одна женщина. Лень не продержаться дольше двоих. Надо сказать Пэту. Патрик, ты спишь? Я проследил. Она осталась одна. Та, с кем ты соревновался в первом испытании. У нас меньше еды. Хуже укрытия. Когда ты так говоришь, мне кажется, я поступил неправильно. Ты бы предпочел палатку или меня? Палатку. К сожалению. Чел, ты бы не вышел здесь. Линию для Ти-Джея. Информация, которую он добыл у моста, похоже, только ухудшила положение парней. Он отказался от сухого укрытия и вернулся. Кто так поступает? Ти-Джей. Возьми он палатку, мы бы точно победили. Всем известно, что укрытие это главное. А в лагере девушек? То есть, а утеплить укрытие, немножко подстроить его по-грамотному, еще вы как бы... Ну, это не вариант. То, что сейчас укрытие достаточно хреновое, усилять мы его не будем. То есть, все, у нас кончился лимит, не знаю, ресурсы для постройки. Мошек Федра спасала всю команду, установив палатку всего за несколько часов. Смотрите, как круто. На случай, если кто-то сомневается, кто победит, тут прохладно, нет мошек. Тут столько места, не знаю, куда мне столько. У Федры стало больше места, но парни поняли, что иметь напарника – это главное, что поможет им выиграть полмиллиона долларов. У тебя есть палатка, но ты совсем одна. А нас в мужском лагере все еще двое. Мы можем общаться к третьему испытанию. Это, кстати, важный момент. Она захочет уйти. Точно, бро. Рядом с Джулией было хорошо. Я, честно говоря, разбаловалась, общаясь с таким замечательным человеком. Но у парней есть нечто большее, чем дружно. Мы идем ловить раков. Вот зачем нужна команда. Нужно добыть еды. Жизнь на природе шла гораздо лучше, чем ожидалось. Вот так, каймановая черепаха. В то время, как парни наконец проц... Черепаший суп сюда. Света Ле Федро погрузилась в мрачные мысли. Оказавшись здесь в полном одиночестве, я кое-что поняла. Я правда скучаю по физическому контакту с людьми. По возможности обнять кого-нибудь. Дать пять. Ну, типа... Даже и не знаю, это реально большинство людей такие. Я каждый раз смотря Мистера Биста, у них такие все социальные. Ну, прям вот настолько социальные, что я даже не знаю. Да, конечно, выживать вдвоем веселее. Никто не спорит. Безусловно, это действительно прикольно. И есть о чем поболтать там. Но... Как будто бы прошло три года без человек. Без людей вообще. Без человечества. И ты уже такой сидишь, блин, вспоминаешь какие-то простые вещи. Как к тебе улыбнулся прохожий. И ты бы сейчас за эту улыбку какого-то рандомного чела бы жизнь отдал. Вот настолько ты уже не... Зэк. Прям они какие-то... Дай пять. В этот момент... Дай пять. Какая драма романтическая. ...энт Федора начала разговаривать сама с собой от одиночества. А дружба между... Прошло нахуй день, блин. День прошел. Чтобы вы понимали, день прошел. День. А если еще точнее, то даже еще целого дня не прошло. ...то парнями продолжала крепнуть. Черт, чувак, она себя ростом. Ты смотри, какая здоровая. Она метр шестьдесят. Ой, метр девяносто пять. Я жду следующего испытания. Я надеюсь, что мы просто победим. Я готов вернуться к семье. Хочу, чтобы все закончилось. Посмотрим, как пройдет третья. Ти Джей и Патрик привязались друг к другу. И я знал, как проверить их дружбу в тридцатый день. Ты будешь капитаном? Я спрашивала, но никого больше нет. По умолчанию капитан я. Окей. Ты был в десятый день, ты в двадцатый. Кто будет капитаном в тридцатый день? Патрик. Спина к спине. Вот так. Иди, поведи. Давай, чувак. В этот раз у нас тут линия, а не растения. А вы давно не виделись. Не ожидала тебя здесь увидеть. Вау. Да. Вы готовы услышать правила? Ага. Да, сэр. Вот в чем суть. Семьи каждого из участников находятся... ДААААААААА ...на другой стороне леса. И у вас есть выбор. Вы можете увидеть семью или ваша команда может увидеть семьи. У меня есть сын, которого я очень хочу увидеть. Так что я выбираю себя. Фетра могла бы просто обмануть Патрика, убедив, что она не последняя девушка. А ты? Выбираешь лагерь? Или тоже себя? я хочу увидеть детей тоже выбираю себя окей решение принято садитесь вертолеты и в путь ой только давай без драмы чел у него тоже есть семья типа только не надо сейчас обижаться что он выбрал не тебя я прошу только без этого чем как же я рада тебя видеть привет скажи мистер без челлендж вот так вот так и красотка я скучала по маме и очень скучала пасы моя семья главная причина по которой я здесь по которой я все еще держусь таймер перезагрузился ждем еще десять дней я просто буду сидеть тут и грустить я сегодня не в лучшей форме и я подумала о прошлом испытании я очень благодарна за этот опыт эти моменты поначалу были в каком-то смысле даже милыми на в каком но в каждом выпуске это скорее бесить начинает но ребят это пилюля для плебсов вот серьезно у него слишком огромная аудитория и понятное дело что большая часть людей это хомячьи поэтому тема семьи это одна из вот таких вот вещей семья дети вот это все понимаете этот таким образом убиваешь большую часть аудитории и сразу как бы в точку впадаешь поэтому это очень выгодно круто классно почему бы не дать и вот поэтому таки ему будут всегда всегда понимаете всегда потому что да 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 ты за то что он приехал но увидев линкольна я очень хочу на 5 человек я никуда они в курсе как закончил предыдущий ладно ладно не ну серьезно я не уйду я немного волновался когда это увидел свою семью я готов к четвертому испытания но это разожгло в нем огонь он сказал я выиграю очевидно что я дошел до этого момента потому что доверял другому а это как раз докажет насколько крепкая хорошая дружба сильнее самостоятельных действий и хотя наличие рядом человека может развеять скуку в одиночестве тоже есть плюсы не знаю смогу ли я все это съесть у меня еды больше чем в меня влезет я остаюсь мужчины таким образом это была битва еды против дружбы до тех пор пока ночью в мужской лагерь не пришел незваный гость что это было там что то есть когда наступило утро тиджей осмелился честно говоря это полнейшая дичь обычно когда происходят такие испытания даже на телешоу и прочее где там люди в лагере выживают где могут быть дикие звери вот подобного плана прочесывают территорию определенную и на определенном радиусе устанавливают заборы специальные под маленьким электричеством и так далее именно чтобы не напали на съемочную группу не напали на участников потому что ну последствия могут быть катастрофическим поэтому как бы эти эти вещи всегда они учитываются вот не знаю что там может быть плюс выбирают лица с минимальным количеством хищников да да потому что если действительно по каким-то причинам хищник решишь там угрозы ему лично короче по каким-то причинам он реально решил напасть ну то есть там пока все это это забейте то есть там забей это какой-то не знаю какой у них там медведь рядом неужели они об этом не подумали я думаю что мистер бисты и организаторы которые занимаются этим делом они по-любому об этом подумали потому что последнее что нужно мистер бисту это нападение во время съемок дикого животного на одного из участников это и судебные иски и прочее это вообще полный пиздец для него я не верю что они об этом они не позаботились об этом вопросе это полнейший бред выяснить что же было источником шума да это точно медвежий коготь подтверждено нашей камерой медведь да ребят я ничего не хочу сказать но мне нужно объяснять да и я думаю не нужно да когда у них медведь был несколько часов назад да понятно это точно медвежий коготь подтверждено нашей камерой медведь подошел прямо к у меня как будто дима масленького смотрю с его дичью бежищу мужчин что напугало бы любого человека напугало это мягко сказано это полный бред вообще я не верю что они не позаботились об этом это полнейший идиотизм рядом оказался медведь с вашей палаткой а дальше ну как повезет уже да тут уже как повезет как бы что там у медведя в голове какое у медведя настроение медведица ли это с медвежатами или медведь ну короче вы поняли рулетка этой ночью в лагерь пришел медведь круто и хотя вчера патрик был уверен в том что останется я никуда не уйду эта встреча заставила его передумать так вот зачем там медведь появился я честно говоря разочарован во все этом говне это просто пипец ты видел мою семью этот медведь заставил меня понять что я не люблю походы неожиданно я диджей я у тиджей нужно поговорить да что такое мы с тиджеем поговорили еды будет больше если я уйду ну и эти джей сможет победила что он сказал мне я тебе доверяю я ухожу это важно да это я вот знаете только чего не могу понять вот меня больше шокирует неналичие постановы вопрос другом у мистера биста они там где на самом деле в них нет никакой надобности и вот это меня больше всего поражает если посмотреть на его возможности процесс съемки у него на самом деле нет ни малейшей надобности абсолютно ни малейшей надобности в реализации подобной хрени вот вообще он справится прошу дай мне рацию патрик мужской лагерь я ухожу из соревнования уже еду и раз уж тут логан пол и ксай я возьму их с собой чувак как красиво если уж и выживать в лесу то только в таком окружении как ты вообще ориентируешься что что нет я только что увидел уху ю патрик мне сказали что ты уходишь да хочу оставить ему как можно больше еды покажите сколько у вас еды да конечно идем в кладовую когда он уйдет насколько как думаешь тебе этого хватит на 60 дней до 6 испытания а сколько по-твоему выдержит она или они до пятого испытания без шансов она уже 13 дней в одиночестве а я только начинаю у нас преимущество я здесь один в лагерях осталось по одному участнику тиджей и федро боролись с одиночеством ради того чтобы принести своей команде полмиллиона и если тиджей ловил зверей ради еды какое пузо или вот вам еще один вариант они будут выживать настолько долго что я решил прекратить их состязания и сделать им предложение как насчет того чтобы поделить выигрыш пополам каждый из членов команды каждый получит по 50 тысяч долларов да это не то что вы хотели но вы оба такие сильные и так долго выживаете что я боюсь если мы не прекратим то мне придется вернуться к вам через пять лет а блин не знаю конечно бы хотелось получить по 100 тысяч долларов братаны на меня рассчитывают и это полный пипец но мистер бист я понимаю что в своем ролике ты хочешь показать что мужчины и женщины равны и все такое мы все классные офигенные до 50 тысяч долларов на дороге не валяются поэтому я согласен блин не знаю конечно мне очень трудно было выживать без своей семьи и без подруги когда она ушла я чувствовала особое напряжение поэтому пожалуй да я соглашусь отлично спасибо что смотрели выпуск а если не лайкните я взорву планету пока федра ловила их чтобы они жили с ней принцесса ширли не тиджей не федра не собирались сдаваться так они добрались до 40-го дня и конечно же нового испытания привет прошло 10 дней привет круто что ты провела это время одна но как ты собираешься меня победить у нас еды на 80 дней у меня нет обязательств дома и кроме того нам весело в лагере тут нечего делать я не буду забегать вперед и говорить еще 90 дней а точно выиграю потому что когда начнешь зазнаваться через 20 30 дней ты точно уверена а линкольн не думаю что стоит использовать имена детей как оружие это неуместно любые методы хороши напряженно то как ты со мной общаешься не влияет на то сколько я решу остаться взаимно что ж время для испытания вам дадут предметы для выживания напишите название предмета на доске и он ваш но если оба напишут одну и ту же вещь никто ее не получит то есть вам придется убедить другого оставить предмет себе и первый предмет удочка и полный ящик наживки откажется ли кто-то от предмета не получив ничего взамен оба написали удочка так себе начало дальше у нас дюд вайпс спонсор этого видео смываемые влажные салфетки на 99 процентов растительные материалы и вода очень освежая время для пожалуй важнейшего голосования в вашей жизни они лучше туалетной бумаги и отлично заменяют душ а этим двоим он не помешал бы он написал дюд вайпс а она написала ничего поздравляю держи у меня дюд вайпс третий предмет еще больше дюд вайпс это же спонсор видео как тебе дюд вайпс ну поработают да отлично работает голосуем написал что-нибудь нет вот твой дюд вайпс а если вы тоже хотите их попробовать то зайдите в уолмарт амазон или почти в любой магазин они там есть забейте на обычную туалетку она для лузеров шанс помыться после месяца в лесу очень их подбодрил и на данном этапе любой это все если что предметом выживания была удочка которая была уничтожена них мог выиграть но благодаря стратегии девушек которые намеренно выбыли в начале федро вообще не беспокоится о еде он спросил насколько тебя хватит мой ответ таков до тех пор пока они не решат уйти сами шли дни и тиджей все больше верил что победит я уверен что все закончится на пятом испытании я очень удивлюсь если это затянется еще дольше мое сердце душа и разум говорят пятое испытание несмотря на то что все свелось к битве один на один и тиджея федро борется за полмиллиона ради команды го ставку кто победит а для тиджея победа не могла наступить так скоро я съем двойную порцию риса чтобы убедиться что у меня будет прекрасный победный пятидесятый день другой чел и не мэн поясняет зачем тут и так все понятно тоже проверим это на деле правда ли испытание в 50 день будет в пользу тиджея участники сюда сюда я не смог приехать на 50 день потому что я на неделю в пещере так что я голограмма но и как пещера боже это безумие честно говоря тяжело вы давно не виделись поболтаете понял как думаете каким будет это испытанием я не знаю я вижу контейнер с написью припасы на 50 день мы будем праздновать и вы оба получите фистабл но они не знали что их ждет сюрприз каждому по большой упаковке шоколада как мило они продаются в уолмарт альбертсанс и крогер по всей стране купите фистаблс и попробуйте сами и все идите обратно ешьте шоколад или храните его увидимся на 60 день они далеко окей они не знают чем они не знают чем для что я подмешал в каждую спритах шоколада фистаблс жесткое слабительное и тот кто не собладает со своей дисциплиной и падок на сладкое будет сраться ближайшие сорок четыре дня ему понадобится особое количество воды для того чтобы выжить но воды у них не так много в отличие от еды посмотрим кто победит эндер но в одной из шоколадок спрятано послание в котором говорится что нужно вернуться к мосту чтобы получить еду на три дня покажи зрителям еду посмотрим кто первый найдет послание и выиграет эту еду до встречи чендлер люблю тебя эй скажи он не сказал пятое испытание мы наконец получили фистаблс это шоколад шоколад тает надо найти место где мне его хранить я пожалуй открою еще одну ведь честно говоря да это перебор я буду есть по дольке после еды и мне хватит на оставшееся время душевное состояние после пятого испытания просто отлично и джей был уверен в себе но так экономил что почти не притронулся к фистаблс думаю лучше экономить шоколад потому что он очень ценен я знаю его нужно сохранить и он хранит за следующие три дня ти джей не съел ни кусочка но на пятьдесят седьмой день он нашел свой любимый вкус арахисовый фистаблс то что тут что-то написано если ты это читаешь то на мосту ждет еда на три дня для первого кто ее заберет удачи фистаблс подождет вперед еда на три дня так много идем ее не видно может это наша победа похоже она ее забрала черт федра опередила тиджея потому что вот что случилось четыре дня назад еда на три дня она все еще здесь ооо ребята как приятно победить черт федра нет чтобы ее позлить мне так грустно я зря бежал кажется что я был здесь зря если тиджея не будет осторожен это чувство может стать реальностью один из них принесет команде полмиллиона в то время как другой проведет месяцы в лесу не вернется ни с чем я не могу жить за счет природы на это уходит много калорий не гарантирует еду каждый день я только что доел последнюю яичницу мне мне очень сложно находиться здесь в одиночестве каждый день трудный и это сказывается на мне сейчас девять пятьдесят девять завтра закончатся припасы я молюсь чтобы завтрашним призом была еда я пока не хочу сдаваться испытание в шестидесятый день итак вы встречались на сороковой день на пятидесятый и вот снова на шестидесятый вас как описать кринж и разочарование в одном слове кринжование двое как тебе три дня с кучей еды я хотела спросить как тебе шоколадки как ощущение еще десять дней выдержишь о я выдержу эти десять дней испытание в шестидесятый день простое вы пишете любую вещь показываете что написали и если одобряете выбор друг друга то получаете оба предмета но если хотя бы один откажется то оба останутся ни с чем попроси о многом и она может сказать нет попроси о малом и может получишь это записала что хочешь да а ты записал что хочешь да три два один покажите у нее такая семья федра хочет набор для рисования а ти джей хочет личного повара на неделю два блюда в день со специями и продуктами ты дашь ей получить этот набор о да он одобрил набор для рисования так как мило а ты одобришь личного повара на неделю два блюда в день со специями завтра у меня закончится припасы а я бы с радостью но не могу придется сказать нет что ты очень жадный это был шестидесятый день можете побеседовать удачи в следующие десять дней увидимся на семидесятый хорошо пока для меня проблема заключается не в физических трудностях а в ментальных идея не удалась все надеялись на меня и мечтали думаю это ноша больше не по мне я так хочу домой я здесь уже долго удочку удочку и снасть я только что получил звонок по рации кто-то хочет уйти тот кто хочет сдаться ждет меня в этой машине приведите команды понятно каждый из них сейчас узнает выиграла ли его команда пятьсот тысяч долларов чекайте сейчас оба выйдут из этой хуйни это будут мужчины или женщины наверно тот кто сдался сейчас покажет себя парни проиграли а девушки победили ну это так мы не хотим отпускать вас ни с чем поэтому каждый получит по десять тысяч за участием Федра все еще одна в лагере девушек и не знает что она победила Федра ты здесь? Pakistan Идем со мной я нашел этот рюкзак интересно он твой может быть Вообще то я собрал ты победила я так по вам скучала подумала о вас каждый делай ты сделала это вы выиграли по сто тысяч долларов В следующий раз повезет, парни Наша девочка Без комментариев Жалко, мы здесь не увидим Комментарии некоторых людей Потому что они чистятся Мне было бы интересно посчитать Так, причем Это Федора В отличие от рандомов на мужике На другом шоу Неплохо так рубит бабло Naked and Afraid Понятно Ожидаемый результат безумно Это Почему этот ролик Как бы говно Первое, с самого начала Это ожидаемый результат, как я сказал Я не знаю на что рассчитываю Я конечно думал, может быть что-то там Хоть какой-то твист будет интересный Где будет хотя бы сражение и будет непонятно Кто победит Ничего подобного не произошло Это соответственно первое Второе Абсолютно непонятные моменты С какой-то абсолютно глупейшей постановкой Вот это я вообще не выкупил Это было просто максимально тупо И не в тему Нахрен Зачем? Собственно Ну в общем-то печально Грустненько печально Грустненько печально Грустненько печально